МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Законодательном собрании Севастополя ведется активная работа по внесению изменений в городской бюджет на 2016 год. Информацию озвучил на брифинге председатель постоянной комиссии по бюджету Вячеслав Аксенов. Общий объем расходов казны Севастополя – 24 миллиарда рублей. Сумму в 1 миллиард предложили перераспределить на решение наиболее острых проблем. В основном они связаны с ЖКХ. Так, порядка 607 миллионов рублей планируют направить на финансирование городского хозяйства, капитальный ремонт жилья, электрификацию, водоснабжение, канализирование и другие заявки, которые остались неудовлетворенными в минувшем году. Помимо суммы, которая уже согласована с профильными департаментами правительства, планируется перераспределить еще 150 миллионов рублей. Они также пойдут на нужды городского хозяйства. Практически все предложения были учтены. Где-то эти предложения будут реализованы за счет внутренних резервов департаментов. Какие-то предложения отсрочены. Ну, допустим, строительство причала на радиоугол в Горке или водопровода в поселок Первого Майка. Их нельзя осуществлять, поскольку нет сейчас проектно-сметной документации соответствующей. Кроме того, Вячеслав Аксенов отметил, теперь крымские и севастопольские должники украинских банков могут отказаться иметь дело с коллекторами. Добиться проведения процедуры погашения долгов отныне можно через фонд защиты вкладчиков. Любой кредитор, любой заемщик, к которому обращается коллектор, имеет полное право отказаться иметь с ним дело. И в этом случае процедура погашения долгов будет производиться только через фонд защиты вкладчиков. Суд не имеет права принимать к рассмотрению иски от банков, которые предоставили кредиты, или от тех организаций, которым они передали эти права, без письменного согласия за емщика. Остановка в районе Юмашевского рынка сегодня стала чище. Отсюда исчезли незаконные торговцы. Таковы результаты очередного рейда, который провела администрация Гагаринского района. Теперь пешеходам не будет мешать многочисленные продавцы. Они оставили свои рабочие места, едва увидев представителей власти. Подробности у Александра Тимофеева. Продавцы, у которых нет разрешения на торговлю, в спешке ретируются. Возле Юмашевского рынка рейд по торговым объектам. Жители возмущены точками, которые занимают очень много места, и продавцами, нарушающими санитарные нормы. Здесь вообще сарай уже. Сарай. Разве можно? Куда смотрится анапезанция? Продавать продукты прямо в открытую. Тем более уходит грипп сейчас. Ищут эпидемии, эпидемии. Посмотрите, что продается. И молоко, и творог, и все, что вы хотите. Вообще, какой-то порядок. Но и у Машева порядка нет. Администрация Гагаринского района планирует и дальше проводить рейды в местах большого скопления людей. Также принято решение о постоянном мониторинге проблемных зон города. Здесь большой пешеходный поток людей. Соответственно, данные виды оторговли запрещены, и они создают помеху пешеходам. Работа будет проводиться. Она будет проводиться управлением контроля городского хозяйства. То есть, перечень объектов уже утвержден, пройдены комиссии. То есть, ожидается именно техническая работа. У подобных рейдов моментальный эффект. Все продавцы сразу же покидают свои места и исчезают в неизвестном направлении. Многие товары остаются на месте, и их вывозят муниципальные службы на свалку. А вот вернутся ли незаконные торговые объекты через неделю, покажет время. Александр Тимофеев, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Не покупать краснокнижные первоцветы призывает Севприроднадзор. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя. Подснежник складчатый, белоцветник летний, шафранный прекрасный, узкалистый, крымский и крокус палоса зацветут уже в феврале. За их реализацию предусмотрен штраф. Граждане заплатят от 2,5 до 5 тысяч рублей. Должностные лица от 15 до 20 тысяч. Юридические от 500 до миллиона рублей. Также виновники помимо штрафа обязаны заплатить по 300 рублей за каждый цветок или розетку, независимо от их размера. Мера направлена на сохранность природы региона. Ветераны Севастополя обсудили обращение президента Российской Федерации к Федеральному собранию 3 декабря 2015 года. Участники запланировали подготовить и реализовать мероприятия, направленные на поддержку политики Владимира Путина. Ветераны города внимательно вчитались в обращение президента, что касается объединения, что касается защиты социальных прав старшего поколения, активной работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, что касается борьбы за историческую правду. Все эти проблемы являются главными в нашей работе. Ближайшее мероприятие, запланированное ветеранской организацией, пройдет 20 февраля в Доме офицера флота. Будет организована встреча четырех поколений защитников Отечества, участников Великой Отечественной, Холодной войны, войны в Афганистане и военных, принимающих участие в сирийских операциях. На праздник, посвященный Дню защитника Отечества, пригласят и школьников. Четыре спортсмена из Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя кандидаты в сборную команды России. Они могут принять участие в следующих Олимпийских играх, которые пройдут в Рио-де-Жанейро. Об этом рассказал директор Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя Вячеслав Сиротенко. По его словам, поддержку перспективным спортсменам оказывает губернатор Севастополя Сергей Миняйло. В состав сборных команд Севастополя по разным видам спорта входит 1040 человек. Четыре человека являются кандидатами в Олимпийскую сборную команду России для участия на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Большую поддержку при подготовке наших спортсменов-олимпийцев оказывает губернатор города Севастополя, председатель Олимпийского совета города Севастополя Сергей Иванович Миняйло. К этому часу это все новости. А за дальнейшим развитием событий следите вместе с информационным каналом Севастополя. КОНЕЦ КОНЕЦ